Музыка Предлагается открыть премию и прошу, кто хочет, готов выступить. Здравствуйте, товарищи! Марат Мигранов, главный редактор Красного радиофонда Рабочая Академия. Как всем известно, Красное радио ведет круглосуточное вещание, и я бы хотел рассказать, что было сделано за прошедший год. За прошедший год выросло число слушателей интернет-радио, подписчиков на YouTube-канале и прослушивания подкастов. В этом году, то есть уже в прошедшем, мы взяли курс на усиление пропаганды партийности. С этой целью мы освещали важные партийные события. Были записаны интервью с Александром Владимировичем Золотовым о 29-м съезде. Подробное такое, на полтора часа. Также были записаны интервью по постановлениям идеологической комиссии и Центрального комитета с Михаилом Васильевичем. И с Антоном Борисовичем Шульцем мы записали интервью о постановлении рабочей комиссии, о постановлении комиссии по рабочему движению Центрального комитета Рабочей партии России. Мы продолжаем публиковать партийные постановления и объявления. Выходят обзоры новых выпусков «Народной правды» и записываем объявления о выходе новых томов собрания сочинения Михаила Васильевича Попова. По важным событиям в жизни страны были записаны интервью с товарищем Мазуром, это о Центробанке, и с товарищем Поповым о мятеже Чурка. На Красном Радио выходят статьи идеологов партии. Были записаны статьи Золотова, Попова, Казенова и другие. Также в этом году мы озвучили и опубликовали, наверное, важнейшую работу Михаила Васильевича Попова «Полномерное разрешение противоречий развития социализма как первой фазы коммунизма». Эта работа впервые доступна в аудиоформате, она теперь более доступна для широкой аудитории. Регулярно выпускаем новости классовой борьбы и отдельные выпуски находят отклики у наших зрителей, слушателей. Об этом красноречиво говорят благодарственные комментарии и большое количество просмотров этих новостей. У нас, конечно, еще небольшая аудитория, но в среднем, если новости собирают около 500-500 просмотров, то такие актуальные новости, которые трогают людей, больше 2-3, иной раз 5 тысяч просмотров получают. Да, это на канале Фонда Рабочая Академия, там 40 тысяч подписчиков, а у нас пока еще 2,5 так набирается. Вот. Ну, это та запись, которую мы опубликовали у себя, и она была переопубликована на канале Фонда Рабочая Академия. У нас она, кстати, 10 тысяч собрала, то есть итого получается около 70 тысяч просмотров. Это видео по ЧВК Вагнер. Наиболее яркими примерами могу назвать освещение борьбы работников почты, медработников Хабаровского края и вот свежая борьба ульяновских рабочих. Вот, это буквально на этой неделе вышли эти новости, можете смотреть по ульяновским рабочим. Также в этом году мы запустили профсоюзный видеоканал «Профсоюзный навигатор». На нем уже опубликованы записи профсоюза вахтовиков товарища Герасимова, это член партии, и профсоюза «Вайлберрис», которые невиномысские сумели сорганизоваться и добиваются улучшения своего положения. Также записано два интервью с Михаилом Васильевичем Поповым по теории профсоюзного строительства и профсоюзной борьбы. Поэтому отдельная благодарность за это товарищ Назаров, надеюсь, продолжит. Я, насколько знаю, там в плане еще серии роликов. В этом году партии исполняются 30 лет, и это событие партия встретила непримиримой борьбой с антипартийными элементами. В этой борьбе редакция «Радио» заняла партийную позицию и поддержала усилия Центрального комитета по очищению партии. «Радио» способствовало донесению членам партии и сторонникам партии позиций Центрального комитета. Об этом было записано интервью с Михаилом Васильевичем Поповым и с Антономом Борисовичем Шульцем. Ну, а потом уже было сказано. Доклад закончил. С юбилеем, товарищи. Спасибо за внимание. Конторец Андрея, Ижевская ячейка ленинградской организации. Хотелось бы как бы один момент еще добавить. У меня как бы в семье, когда общаюсь с друзьями, иногда даже в партии, почему-то этот момент всплывает. Вопрос о количестве членов партии. То есть, ну, сколько вас там человек, ну, я вроде говорю, 200. Примерно там плюс-минус, потому что кто-то исключает, кто-то приходит. И как бы, ну, там 200 вроде как бы, подумаешь, кто, чего, чего там вроде как сможете сделать. Но ведь главный вопрос, мы даже из диалектики знаем, да, что категория качества, она идет прежде категории количества. Поэтому какая разница, если мы наберем, ну, хоть там 10 тысяч, 20 тысяч человек, но эти люди будут далеки от научного социализма. Как бы просто ходить и всем рассказывать, что у нас там большое количество. А дальше-то что? Мы видим на примере КПСС, да, и там было несколько миллионов. А толку-то никакого. Что значит несколько? 19 миллионов. Несколько десятков. То есть здесь именно важный вопрос, что и показало и показывает деятельность нашей партии, что рабочие, члены ЦК, то есть выступают единым фронтом. То есть при решении каких-то кардинальных, важных, принципиальных вопросов, сам принцип принятия решений большинством рабочих, он как раз и доказывает свою состоятельность и свою твердость. То есть именно благодаря вот этим принципам, которые в нашей партии, которым партия следует, они как раз и являются решающими. Поэтому, ну, в основном хотелось бы как раз больше-то обратиться к вновь прибывшим, которые... Почему-то люди думают, что вроде как надо о них там постоянно как-то заботиться, что бегать там за ручку их держать. Партия это авангард класса, да, то есть мы уже предполагаем, что эти люди, по сути, уже какую-то позицию приняли, то есть они не плетутся в хвосте у буржуазии, да, а готовы к решительным действиям. Даже если они чего-то не знают, но учатся, пожалуйста, начинайте с Красного университета. И на сегодняшний момент, к сожалению, осталось всего две организации. Если не знаете, куда обратиться, в организациях есть секретарь. То есть начните оттуда, да, а конкретнее, если быть, то у нас есть, о чем уже было сказано, да, как коллективный организатор газета, то есть Красное радио. Всегда нужна, всегда нужна помощь, поскольку мы все работаем на добровольном начале, да, то есть есть основной вид заработка, то есть как бы времени у всех, как говорится, в обрез, но делать все равно надо. Все вот эти вопросы о том, что, ну, мне некогда, мне там тяжело или что-то, ну, тогда, товарищи, непонятно, зачем вы пришли в партию, потому что мы здесь собрались как раз именно для того, чтобы решать вопросы. То есть есть у вас время, нет у вас времени, это уже как бы малоинтересующий фактор, да. То есть если вы не способны помогать партии, да, действием, то как бы, ну, извините, тогда, наверное, вам стоит заняться тем, что у вас в приоритете. Никто не говорит, конечно, что надо прямо все бросать там, свеличные дела, как бы, но учитесь тогда, планировай, да, то есть между своими личными делами все-таки приоритет нужно общественным делам отдавать. Поэтому, товарищи, вы не стесняйтесь, вот как раз для этого и есть почта партийная, где можно в свободной форме написать, что вот я вновь прибывший, или там, допустим, есть у меня время, могу помочь, определите мне работу, да, или если у вас уже есть конкретное какое-то предложение, что вы знаете, что вы что-то умеете, пишите, именно для этого почта и нужна. Это коллективный орган, и она именно для этого нужна, чтобы мы коллективно решали поставленные вопросы. Спасибо. Здравствуйте, товарищи, Алексей Михайлович Штёпа, Свердловская ячейка, Рабочая партия России, Минозаврская организация. По поводу, ну, выступлю в рамках, так скажем, свистинпетенции, по поводу Свердловской ячейки. За истекший период у нас никто не вступил, никого не исключили с предыдущего съезда. Наверное, недорабатываем немножко в плане привлечения рабочих, но я думаю, что в следующем году ситуация изменится. Работу на своем предприятии ведем, агитацию, пропаганду. Газета у нас на предприятии, где я работаю, распространяется. Так же, как на порядка десяти крупнейших предприятий нашего города распространяется газета. Значит, по поводу своего предприятия. Сейчас удалось привлечь в действующий профсоюз рабочих, начиная с марта месяца, 13 человек. Это именно рабочая секция, получается, нашего профсоюза. Некоторые из них уже задумываются о том, чтобы вступить в партию. Так же член партии Павел Жуков так же устроился к нам на предприятии. То есть сейчас у нас в нашем цеху три человека, три члена партии будут работать. Продвигаем проект коллективного договора. Удалось провести внеочередную специальную оценку условий труда на предприятии по требованию членов партии Андрея Бабина и Кромой Музыкин. В связи с изменениями условий труда так же мы этот процесс удалось проконтролировать. Участвовали активно в проведении этой специальной оценки условий труда и провели совещание с экспертом, который осуществлял проведение специальной оценки условий труда и инженера по охране труда, где нами были сделаны замечания по качеству оценки и были проведены дополнительные измерения. Вот сейчас на данный момент ждем результатов. Наверное, у меня все. Спасибо. Федя Андреевна Крым, город Королев, у Логинера рабочий. Хочу сказать, что вот за прошедший год у нас что-то и сделано, и не сделано, как всегда есть и позитивное, и негативное. К негативному можно отнести те чистки, о которых уже говорили. Это, конечно, неприятный момент такой. Но, видать, мы понимаем, что у классовой борьбы нет никаких ни границ, ни чего, и она происходить может всегда, и везде, и в любой форме. Вот такая форма происходит. Жалко, что, конечно, рабочие вдруг, не ставлюсь всего, как-то такое бывает, начинают куда-то немножко не туда дойти, и когда их направляют куда, вроде как правильно не соглашаются и превращают в балаган. Ну, это ладно. Меня больше еще волнует такой момент, когда вот новые люди приходят или даже уже которые люди в партии давно вдруг, ну, как-то начинают. Мне просто не нравятся эти моменты, я хочу их озвучить, что вот газетам любое что-то раздаем, и вот никакого толка. Я не знаю, люди хотят толк какой-то за то, что ты два раза раздал, или даже год раздаешь. Я считаю, это десятилетия какие-то нужны. А потом, наши газеты, это, во-первых, объединяющие орган всех рабочих всей России практически, это раз. Потом, там есть результат или нет результата, но вот есть такие моменты, они единичные, может быть, или что. Но они и есть. Вот у меня лично, когда вдруг по газете тебе звонят и спрашивают какой-то момент по работе, что у него там какие-то неприятности, как их разрешить. Там с отпуском или еще что-то. Но получается, люди там пассивные, непассивные, но вдруг, если у кого-то что-то где-то приперло, он знает, куда звонить, он знает, что у кого спрашивают тоже. Он берет газету и по номерам звонит. Так вот с нашего города, он звонил по нашему городу. Там же города указаны и телефоны. Ну, правда, я этого товарища знал. Так же у нас на работе были похожие моменты. Потому я думаю, такие разговоры, что наша газета что-то не дает результаты или еще что-то, что надо что-то еще придумать, ну, еще что-то думать, это неплохо. Думайте, кто такие вещи предлагает. И люди думают, и предлагают. И у нас, и по радио, и в интернете это все ведется. Работа везде, как бы, и само собой. И даже с баннерами где-то, с электронами что-то придумали. Небольшой такой эксперимент, или, можно сказать, пилотный проект. Все это хорошо, но вот такие разговоры по газете, я думаю, это очень долгий, длинный процесс, воспитание. Потом все-таки перешибить мы газетой, даже если увеличивать будем постоянный тираж, те миллиарды, которые вкладывают в буржуазии, в СМИ, в голову всех трудящихся, это сложно. Но благодаря все-таки той истине, которую мы несем, и той чистой воде, которую мы предлагаем, и люди пока не хотят. Она у них под носом, но пить не хотят, или не могут, или боятся, или еще что-то не понимают. Где-то потихоньку, по чуть-чуть, вот что-то люди позванивают иногда, или узнают, или как вот позитивный такой момент. работники метростроя 700 подписей собрали, и что-то началось, и им 27% зарплаты подняли. Это же хорошо. Есть еще такие моменты, где что-то люди начали просить, требовать, организовываться. Конечно, жалко, что нашего товарища одного наказали, ну как наказать, немножко так произошло. Ну, все выровнялось, все выровнялось. Зарплату подняли, или не подняли, а там где-то выплатили, долги и так далее. Но благодаря именно этим действиям, а не просто так. То есть, и газета наша очень важна, как организующий орган, как обратная связь, мы же там предлагаем, и есть все координаты, и скриншоты, и так далее. Сейчас же можно просто телефоном сфоткать, и вопрос задать, и написать, и позвонить, как угодно. так что я считаю, это очень важный момент, и разговоры, что наша газета там не важна, нет результата, или еще что-то, ну это какие-то такие, паникерства, и все. как бы, Ну, хочу продолжить тоже вот тему газеты, выходя на предприятие, сталкиваясь с рабочими, ну, разная реакция, но все больше, больше и больше люди знают, и в основном реагируют положительно на нашу газету, на идеи, которые мы высказываем, там о работе, в которой мы ведем, и, хочу сказать, что нас любят, уважают, читают, вот, ну, и дорогие зубоскали, это нормально, в общем, нормальный ход по развитию того. Ну, также еще хочется сказать, что вот время такое сейчас, обострелось, да, противоречия мире, вот, и, ну, пропаганда, конечно, мощная идет, но вот, что сейчас в обществе тоже такое вот явление, что не осознается, действительно, вот такая угроза, да, над всеми, над нашей страной, да, ну, и другими странами, фашизм, который сейчас опять поднимает голову по всему миру, вот, ну, и нас это касается, вот, Россия, участвует, в боевых действиях, и, ничего, мы рабочие, так же, так же, с вами трудом вносим плату в борьбу с фашизмом, ну, и наша партия, в общем, в авангарде этого движения, борьбы, вот, и это, ну, такой момент, что вот в этом, в это время, как бы, не совсем осознается, угроза, то есть нет, как бы, рефлексии, вот, такой, на эти события, вот, что, что все, как будто, все как, ну, есть тенденция такая, чтобы, и у буржуазии, конечно же, вот, хочется, чтобы, ну, все оставалось, как есть, чтобы капали, как говорится, это сама, доходы, все на местах, как бы, да, все как работало, как есть, то есть, да, вот, то есть, проблемы в экономике серьезные, вот, и я, конечно, там всего не знаю, все картины, да, как это все в экономике работает, как это, какие там, буржуазные, да, эти дела, ну, просто я говорю то, что вижу, то, что, это, какую идею несут с экранов, там, пропаганда буржуазная, что ничего вообще нет, не надо никуда лезть, там, вот, работайте, вы там, воюете, значит, мы все будем решать, как бы, да, и не надо, как бы, вот, как вот, перестройку, да, говорили, что политика это грязное дело, там, не то самое, не лезьте, как бы, вот, не раскачивайте лодку, вот, все такое, чтобы вот это, вот в этой, значит, тишине, да, деньги любят тишину, значит, все так и оставить, да, как есть, но, вот такой, как бы, идет, посыл, но, тем не менее, Владимир Владимирович Путин, президент государства, обозначил прямые угрозы, значит, распада и страны, и уничтожения русского народа, вот, и вот, вот, этот факт, ну, вообще, надо иметь в виду, и что, то, чем мы занимаемся, это, как раз, наша задача, будить, будить людей, от этого, от сна, прежде всего, рабочий класс, чтобы он осознал, какое значение имеет наша борьба в развитии, в развитии, значит, в сохранении, в укреплении нашей страны, нашего государства, вот, потому что борьба рабочего класса за свои коренные интересы, которые выражают интересы всех трудящихся, это, как говорится, на острие, да, этой борьбы, и самый прогрессивный класс, рабочий будет бороться, и экономика тогда наша сможет переломить ситуацию, и, так скажем, без помощи рабочих нам и не не победить, я так думаю, без нашей борьбы в этой специальной военной операции, вот, поэтому, поэтому, от этой борьбы зависит и судьба государства, русского народа, и нас всех с вами, но еще хотел сказать, да, действительно, практика показывает, и исторический опыт, что депутатура пролетариата, она далеко не всеми приветствуется, вот, интеллигенты, ну, про буржуазию и говорить нечего, вот, то есть, эта борьба идет постоянно, и мы в этом постоянно убеждаемся, вот, на своем опыте, нашей партии, вот, идет эта борьба, но, тем не менее, мы стоим твердо на этих позициях, в позиции диктатуры пролетариата, вот, и, в общем, в этом и залог успеха и большевиков, и, не побоюсь этого слова, и нас, тоже, ну, конечно, нам еще до них еще, до успехов, до партии, ну, влияние Сталина еще, в общем, расти, надо. Вот, ну, с такими, идеологами, я думаю, что все, все будет хорошо, и с такими людьми, которые, вот, твердо стоят на своих позициях, значит, продолжают свою работу, вот, и все будет все нормально, мы победим, спасибо. Я хотел бы немножко попробовать разбить ту тему, которую понял товарищ Контерец, как коротенький штат, по поводу приоритета, да, времени, которое мы распределяем между общественным и личным, действительно, здесь также вот пора нам задумываться уже каждому о том, чтобы постепенно переходить, уже становиться профессиональными революционерами, то есть это не значит, что мы больше ничем не занимаемся, не ходим на работу, это обязательно необходимая часть, но свободное время, оно и есть то время, которое используется для развития, и чем лучше мы сумеем организовать свое время, превратить его в свободное, естественно, тем больше успехов будет и у партии, потому что, как говорится, кто, если не мы? Здесь это трудно, потому что все мы родились, большинство из нас уже при капитализме, а у нас сейчас капитализм загнивающий, реалистический в завершающей фазе, это борьба каждого, в том числе и внутренняя личная борьба, ну, ее нужно усиливать, этому нужно уже, это вопрос серьезный, от этого также зависит наши успехи, да, поэтому поддерживаю товарища Контереца полностью. Игорьчев и Пепелан тоже Горький, у нас получился такая возможность, нам предоставилась возможность по поводу газет, как пропагандуру, агитацию как в нашей партии, вот у нас получилась возможность такая на мониторах, на автовокзалах прокрутить ролик, предложили, и вот мы получилось, мы быстро взяли из интернета ролик Красного университета, сжали его до нужных размеров и выложили. Вот этот ролик шел в Нижнем Новгороде, в Бару, в Павлова, в Кирове, целый месяц крутился на автовокзалах. И вот те, кто видел, Дмитрий Иванович на фоне говорит, ты так четко выделяющийся из всех роликов о приеме на работу и тут бах, Красного университета, и такой прямо Красного. Вот это как бы вот такое вот это не к тому, что он как бы похвастся, это вдруг у кого-то есть возможности еще как-то нетрадиционно агитируют нашу партию, наш университет. Я думаю, вот такое как бы да, хорошо делать. Потому что у нас многие раздают газеты, они не знают, что такое рабочая партия России, не знают, что такая даже есть. Это как бы надо исправлять. У меня все. Здравствуйте, товарищи. Артемников Дмитрий Олегович, Московская организация, нерабочий инженер строительной компании. Пару моментов хотел отметить. Первое, это касательно последних событий и Гордевнина. Ну, нижегородские товарищи и так сами все знают, но как это видим мы из-за Московской организации, но хочу сказать, что рецидив Горбачевщины это уже как бы вишенка, это как уже вершина айсберга, потому что мы наблюдаем уже достаточно продолжительное время. И мы видели в почте и вообще в общении было и отрицание полдоговора, и отрицание газеты там в частной переписке то, что я вообще уже заметил, если кто-то из товарищей начинает как-то пренебрежительно относиться к газете, какой-то скепсис, там непонимание зачем она нужна, то это как бы прямая дорога уже идет у людей на выход. Хотя возьмем допустим наши последние два съезда, 28 съезд, прямым текстом написано, что распространение газет на проходных заводах и фабрик считать основным средством реализации задачи по привлечению партии рабочих. Далее, прошлый съезд. Вообще вводили персональную ответственность для членов партии за нераспространение и пренебрежение по отношению газет. Но это как-то все люди внимания не воспринимают. Что касается московской организации, мы сейчас вышли на четвертом тираже на 11 тысяч газет, но это весь регион Москва и ряд крупных городов Подмосковья, Королев, Мотища, Электросталь, Загорск, Трязино. Да, мы стараемся разведывать новые предприятия, увеличивать охват, за счет этого поднимаем тираж. В 2023 году на настоящий момент, ну я думаю еще у нас будет один выпуск, да, по крайней мере в этом году, но сейчас раздали 40 с половиной тысяч, 40 тысяч 500 экземпляров. для сравнения в прошлом году при учете того, что у нас в прошлом году было 7 выпусков, в прошлом году мы раздали 58 тысяч, с учетом того, что в этом году будет еще один выпуск, это еще 11, мы практически за 5 выпусков выйдем на те же результаты, которые были в том году за 7 выпусков. Так, еще по Московской организации у нас в настоящий момент 22 члена партии, из них 3 рабочих. За год изменения на одного человека у нас стало меньше численно, было 23, тоже 3 рабочих. Но это не значит, что один просто вышел, у нас вышло трое, пришло двое. Такая сменяемость. Из тех, кто вышел, это были отрицатели СВО и позиции партии по СВО, и люди, просто потерявшие связь с партией, переехавшие в другие регионы. Прежде всего, конечно, хотел отметить важность нашего партийного органа, нашей газеты и выходить на предприятие. Ждешь вообще новые выпуски газеты. Хотел поблагодарить редакцию газеты. Отличная газета, приятно с ней выходить к рабочим, мне как интеллигенту. и готов подписаться за каждую статью, за каждый тираж. С удовольствием эту газету распространяем мы в нашем регионе. Я думаю, будем увеличивать тираж, будем увеличивать вовлечение, во-первых, наших партийцев, и, во-вторых, еще один важный момент хотел отметить, это вовлечение сочувствующих в распространение газели. Потому что численность наша пока невелика и просто физически не во всех регионах мы проживаем, не можем, да, хватить, хотя смотришь, вообще, когда начинаешь погружаться, изучать промышленные вот эти места расположения, предприятий. Огромное количество на самом деле предприятий, огромное количество рабочих, которые ничего не знают про нашу партию, которые не читают нашу газету, и работы у нас тут еще, конечно, очень много. В связи с этим, конечно, нам нужны сочувствующие, которые пока еще не готовы полностью в себя отдать жизни партии, но так или иначе каких-то левых взглядов что ли придерживаются и их надо, с ними надо работать, их надо вовлекать, вытаскивать на раздачу сперва совместно, потом уже может быть даже доверие появляется и чтобы они и сами выходили, потому что все-таки если человек выходит на проходную с нашей газеты, то он как бы уже как представитель наш и просто так какие-то посторонние люди это делать не могут, я так считаю, потому что какие-то идеи возникали, кого-то нанять, чтобы раздал просто, это, конечно, нам такое не подходит. Вот, например, по себе хочу сказать, что в этом году было привлечено сочувствующих, лично я выходил 32 раза в этом году на раздачу, а сочувствующие выходили со мной 49 раз. то есть по двое, по трое иногда, иногда просто и, конечно, благодаря этому и получается увеличение значительное количество, потому что и на одном предприятии больше уходит, можно сразу несколько проходных, несколько потоков встать, ну, сами знаете, раздаете все, что это важно таком. Так что еще раз спасибо за газету, будем распространять дальше. Добрый день, товарищи, Алеша, Ксения Федоровна, нерабочий, ассистент Московского государственного университета, Ни Ломоносова, член комитета Московской организации. Хочу поделиться, чем Московская организация занимается. «Конечно, вы могли сделать вывод по прошлым выступлениям, что мы раздаем газеты, стараемся разведывать новые предприятия, и касательно, например, товарища Артеменкова, могу сказать, как он привлекает сочувствующих. Не пренебрегает, между прочим, поиском в интернете, в соцсетях различных кружков околомарксистских, каких-то околокоммунистических, для того, чтобы околокоммунистическое превратить именно в коммунистическое. Входят товарищи в контакт с разными этими кружками и как-то исправляют какие-то недоразумения, которые у членов этих кружков появляются, и получаются готовые корреспонденты нашей народной правды. И в том числе, например, товарищ Артеменков с его помощью, например, был привлечен из КПРФ член в нашу партию. Он к нам хотел вступить в будущее еще членом КПРФ, но мы заняли жесткую позицию, что не допустим этого, пока он является еще членом мелкобуржуазной партии. И отложим вопрос до его приема, пока не выйдет. но мы ведь его знали как активно сочувствующего, помогающего и с раздачами. То есть привлечение сочувствующих это действительно большое дело, и вот такой способ товарищ Артеменков изобрел. Московская организация проводит семинары фонда рабочей академии. Консультантом на этих семинарах выступает Александр Сергеевич Казенов. На этих семинарах эти семинары преследуют следующие цели. Во-первых, повышение уровня знаний собственно партийцев. Когда они получают для разбора какую-то тему для доклада, они вынуждены обращаться к старшим товарищам по партии, к нашим профессорам, чтобы узнать какую литературу нужно изучать. Они глубоко погружаются в какой-то вопрос и впоследствии не только докладываются на семинаре, но еще и предлагают свой материал для публикации в газете. Это полезно, даже если доклады может быть будут не очень высокого уровня, все равно нужно с чего-то начинать, чтобы расти, чтобы доклады становились лучше и все более-более достойными для публикации в партийном органе. И московская организация ввела такую систему, она выработалась сама в ходе наших работ над семинарами, что происходит постоянно ротация докладчиков, то есть не каждый раз одни и те же докладываются, а кто-то отдыхает, кто-то готовит доклады и потом меняются. В общем нужно, чтобы члены организации готовят доклады. Во-первых, по истории рабочего движения, мы изучаем историю рабочего движения, изучаем опыт наших великих предшественников, по теории, как это соотносится с теорией и современной какой-то практикой. Ну и третьим вопросом у нас традиционно на наших семинарах является обсуждение Российского комитета рабочих. Ну, точнее, даже не так. Третий вопрос у нас всегда что делать сейчас? Для того, чтобы как-то воспользоваться опытом революционеров, для того, чтобы достичь целей, которые ставятся коммунистической партией, что нужно делать сейчас? в том числе и рабочим. И, конечно, каждый раз появляется на этих семинарах призыв на РКР, призыв знакомиться с материалами РКР, обращаться к участникам РКР, для консультаций. Стараемся привлекать внимание к этому детищу рабочей партии России, очень важному мероприятию. Большое спасибо у меня все. Здесь, Медович, правильно подчеркнул, что все-таки обстановка СВО, она на нас действует. С одной стороны, значит, делают вид, что ничего не происходит, с другой стороны, на производстве людей очень сильно грузят, грузят, и ничего не происходит. Да, вот такое интересное сочетание. И что это, само собой? Да нет, это, конечно, буржуазная политика определенная. Да, чтобы, так сказать, ничего не происходит, чтобы, не дай бог, люди не задумывались, не начали шевелиться, а грузят, естественно, это буржуазная, так как-то надо обеспечивать эту военную операцию. А какой путь? Вот идут самым простым путем. Поэтому, совершенно верно отмечалось, что мы ядро антифашистской борьбы, антифашистских сил. И это, так сказать, обусловлено тем, что, во-первых, мы определили суть этой борьбы, и это восприняли, усвоили, и очень хорошо. Это очень хорошо. Но, то есть, логически, конечно, тут наше лидерство без спор. А вот, что касается работы, так сказать, другой, экономической, здесь большие проблемы, потому что и рабочий класс тоже сейчас больше смотрит на то, сколько танков сожжено туда-сюда. Это все очень интересно, занимательно, действительно волнующе, волнительно. А с другой стороны, появилась возможность заработать, я не знаю, у всех ли, но у многих, да, оставаясь и только эти могут платить, и дефицит на рынке труда. И мы с этим сталкивались. Как только в начале 2000-х появилась возможность заработать за счет того, чтобы, сказать, побольше работать, у нас был определенный урон в нашей, сказать, забастовочной борьбе, потому что у людей стало меньше времени. И вот сейчас мы с этим тоже столкнулись. да, заработали предприятие, нагрузка, нужны рабочие, нужны рабочие, поскольку рабочих мало, и поскольку все равно компанистическая организация производства, то пусть они побольше работают. И это, в общем, нам, конечно, не в помощь. Не в помощь. Да, здесь вот товарищ Контернец правильно сказал, что да, тут надо решать, а если ты, ну, проблема-то осложняется, то есть, надо вот очень такое, сказать, решение принимать, оно вот становится очень таким жестким решением. Ты или идешь по этой партийной линии, и, так сказать, снимаешь тогда, может, рискуешь в потере заработка и так далее, вот, айш, шульц, пожалуйста. Вот такое решение принял. Да, и, так сказать, серьезно наказали, что это вот нечувствительное, нечувствительное. Ну, вот он поступил, как профессиональный инвестиционер. То есть, ну, что делать? Ну, вот пережить надо этот момент и пойти дальше. Вот это, хотя это очень непросто. Что значит? Это как будто только его личное, а тут еще и семья. Вот в такой обстановке профессиональный инвестиционер и действует. Значит, поэтому то, что мы сейчас делаем, это совершенно необходимо. Вот я имею в виду коллективные, так сказать, договоры, так сказать, борьба за улучшение, пусть мелкими шагами и так далее, потому что во всей вот этой, значит, патриотической пропаганде, которая в основе своей правилы мы боремся с фашизмом, вот эта страна напрочь вылетает. Напрочь вылетает, потому что пропаганда господствует какая? Буржуазная. Да, она сейчас сегодня наша буржуазия, она антифашистская. Это понятно. Вот она так вышла от рубежа и даже не по собственному желанию, а так получилось. Их уже чуть не в яму скинули и когда они в последние черты поняли, что дальше их просто будут перебивать физически. Вот они стали антифашистами. И заняли такую позицию. Но это же буржуазная все равно пропаганда, поэтому никто не будет заботиться о том, чтобы улучшали условия труда, чтобы, уж если мы увеличим время, то это только по необходимости. А наши товарищи рабочие говорят, нас выгоняют на 20 часов, а вообще столько работы-то нет, и нет необходимости работать даже в этих условиях. То есть, они свое дело знают. Там, где можно не платить, не платят, и так далее, и так далее. Поэтому это вторая часть, вторая часть борьбы за особый интерес рабочего класса, особый, я имею в виду вот в этой антифашистской борьбе, которые отличаются, не просто отличаются, предположены буржуазии. Нельзя забывать, и то, что мы об этом говорим, это очень, очень важно. И это отличает нас и от КПРФ тоже, которые, ну, они уже вообще слиняли, потому что они играли, разъявлены патриотизм, и сегодня, скажите, а кто не патриот? Кто не патриот, тот открытый враг, те вплюют их, так сказать, и так, в том числе и в разные страны. И все, а поскольку они не за рабочий класс, они вот самостоятельной роли уже никакой не играют, а вот нам это надо сохранить и упрощить. То есть, ни в коем случае не ослаблять эту работу по защите экономических интересов в памяти о том, что всякое достижение в укреплении, в улучшении положения рабочих, это сохранение производства, в том числе оборонного производства, да, это, так сказать, в укреплении обороноспособности. Давайте для себя тоже не забывать, потому что, безусловно, часть рабочих, часть рабочих, так сказать, вот ограничивается пониманием патриотизма только тем, что вот мы воюем, даешь, жертвуешь там жизни, здесь здоровьем, да еще и зарабатываешь. Вот здесь надо приносить сознание того, что по-настоящему требуется от рабочих не забывать о своих интересах, бороться за них, потому что только тогда можно сохранить производство на долгий период и по-настоящему развивать. А то мне Алина Сергеевна дала материал, где там сейчас тоже идет война, туда и все, а рабочие в муты давят, поскольку они неорганизованы, в том числе они и зарганизованы тем, что как в такой момент можно уступать за интересы рабочих? Как? Сейчас все мы должны все силы отдавать. Ну, все силы отдадите, и завтра вас понесут. И уже тогда придут те силы, потому что, сказать, делать будет некому. То есть, вот мы, будучи антифашистами, мы должны помнить и оставить лидирующего рабочего класса в этой антифашистской борьбе, а значит, его интересы на производстве тоже оставят. Спасибо за внимание. Что я по собственному опыту? Значит, забастовок мы провели много на заводе. У нас все это серьезно было поставлено. Самая большая реакция рабочих была на книгу Александра Владимировича «Как называлась?» где на обложке фотография нашей забастовки «Ваша книга». Вот эта книга позвонит «Ба, так это мы!» Это мы! И когда рабочим говоришь «А вот ты делал это, 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 ты сделал правильно, это ты сделал неправильно, вот и так далее». В партию не пошли. В партию не было рабочих. А в забастовку пошли. В забастовке у нас на раз делали. Уже дошли до того, что все останавливаем. Остановили все, никаких вопросов. Понимаете, то есть я хочу сказать, что то, что в газетах в наших мы поднимаем так сказать вопросы с российского масштаба мирового. Это все здорово, это нужно. Но не надо забывать про рабочих непосредственно предприятий. Вот когда у нас же были специальные выпуски газет. Красная Сорбова выходит газета «Народная правда». реакции на нее гораздо больше, чем на общую такую газету. Понимаете, то есть вот это направление нам надо как-то восстановить. Как-то надо восстановить, чтобы у нас есть как красные корреспонденты, где предприятия, где люди учатся, вроде бы дипломы получают, вроде чего-то, что-то есть, а результатов нет. Понимаете, то есть весть из предприятий, информация из предприятия, информация о рабочих – это очень важный момент. Люди «А мы чего? А мы чего? Ну как там? Вот вот, а мы чего?» А когда в газете написано, что «ты чего?» реагируют совершенно иначе. Идут, идут в борьбу, в партию не идут, поначалу не идут, потом все равно придут, деваться некуда. это это одно направлений кадровой работы внутри партии. Я считаю, что в постановлении этот вопрос надо отметить обязательно сегодня. главный что я хотел сегодня сказать. Спасибо. Здравствуйте, товарищи. Антон Шульц, ГАО Горми техника, Москва, член рабочей партии с 2020 года. Вот тут приводили в пример профессиональных революционеров, я хотел бы другой пример привести, пример стойкости, непоколебимости и приверженности делу рабочего класса на протяжении 30 лет. Люди настоящего истока в партии Михаил Васильевич Попов, Золотов Александр Владимирович, Казенов Александр Сергеевич, Василий Иванович Шишкалев, Владимир Михайлович Кудрявцев и многие еще кто может быть не дожили на наши дни до Синкор Я уж прошу прощения, может не всех знаю, не всех перечислил. Вот пример стойкости мужества. Потому что в условиях реакции вести борьбу очень тяжело. Это стоит немало усилий. Я знаю, о чем говорю. Поэтому хотел бы вот такой пример стойкости, непоколебимости, мужества привести и пожелать всем ему следовать. Спасибо. Уважаемые товарищи, вот сегодня мы обсуждали момент организатора газеты, даже товарищ Артеменков привел пример, что есть решение одного другого съезда, то есть заниматься и каждому члену нашей организации иметь как обязанность. но у нас мы наверное то ли забываем, не знаю, как это делается специально нарочно или не специально и не нарочно, что есть такой инструмент коллективный договор. Вопрос о составлении, ведении, продвижении и вообще работы вокруг этого документа не снимается с повестки российского комитета рабочих. это раз, но на сегодняшний день надо констатировать тот факт, что лишь на одном предприятии или на двух предприятиях значит услышал я с доклада товарища Лазарева, что там действительно идет борьба за продвижение, да, то есть начата как бы работа по сбору подписей для того, чтобы продвигать, агитировать, пропагандировать тот коллективный договор, который написан для того или иного предприятия, да, вот мы значит докладывали неоднократно, что уже у нас наверное счет идет уже на десятки составленных коллективных договоров, да, и раз мы считаем эту работу как бы передовой, то что вокруг именно этого документа должны ощутить свой коренной интерес все трудящиеся на данном предприятии, но во главе конечно рабочих, то есть надо наверное тогда и призывать инициативные группы и профсоюзные организации работать именно в этом ключе, чтобы то есть начало положено, да, чтобы человек не оставался к примеру в этой работе один, да, то есть на одном предприятии значит началось это движение непосредственно значит мы как единомышленники мы должны поддержать это движение и в ответ этому на другом предприятии заняться тем же самым, это во-первых на мой взгляд поддержит дух той организации где это началось это раз, во-вторых это будет уже непосредственный обмен опытом по продвижению проекта коллективного договора это два и подстегнет третьих все-таки уже не в теоретической части а перейти в работу в практической плоскости и тогда наверное нас ждут большие успехи я этим товарищам которые уже на сегодняшний момент этим занялись хотел бы этого пожелать чтобы это движение было начато чтобы и самое главное чтобы оно было поддержано потому что если как показывает практика значит это где-то на одном месте не знаю удачно оно или неудачно это закончится просто хотелось бы чтобы это отражалось еще и на других предприятиях только лишь потому что уже как было раньше упомянуто эти коллективные договора уже существуют пусть это будет может быть сложно как с целым документом но вот уже была небольшая поправка то что можно это сделать в плане выжимки и освещать именно основные вопросы о которых хотелось бы еще повторить это доведение заработной платы до стоимости рабочей силы улучшение условий труда и как как бы последним моментом это сокращение рабочего времени да причем как показывает практика современной работы я ну как бы общаюсь с многими рабочими с представителями разных организаций что на сегодняшний момент есть тот факт что люди просто конец рабочего дня я сейчас не говорю те кто про сделку да а кто как-то более-менее связан с самоорганизацией своего трудового процесса ну то есть реально есть предпосылки к тому на сегодняшний момент что даже в условиях СВО чтобы сокращать свое рабочее время вот даже позиция того что есть какие-то на локальных уровнях места когда человек допустим за за смену находился в замкнутом пространстве там ему положено сокращение рабочего времени да когда он работал с вредными какими-то материалами ему тоже как бы положено сокращено вот когда люди уходят действительно на час на два пораньше с работы когда руководство их отпускает то есть на следующий день просто посмотрите понаблюдайте за их эмоциональным состоянием какие они уже отдохнувшие и готовые приходят причем еще на такой момент хотелось обратить внимание сегодняшнее современное руководство вроде бы как бы свое отношение через рабочих пытается показать да чего вы там какие у вас трудности вот у вас работы делайте свою работу и говорят что дескать вы ушли с работы и как бы забыли о тех проблемах надо обратить внимание о чем говорят люди в курилках в раздевалках то есть этот процесс у них как бы не прерывается все равно больше всех душа за производство болит в первую очередь у них конечно руководству надо этот процесс все как-то организовать поэтому повестка предыдущего российского комитета рабочих она и сформирована с того что должно быть появление инициативных групп которые в последующем приведет к созданию профсоюзных организаций должна быть работа над коллективными договорами в той или иной мере если где-то они не написаны их надо составлять если где-то они составлены надо их продвигать ну и соответственно этот передовой опыт потом докладывать но вот хотелось бы еще раз повторить на том раз мы одна организация не надо смотреть как бы на одного человека что он делает а именно в поддержку надо приложить усилия и делать работу всем сообща спасибо уважаемые товарищи я хотел бы отметить работу центрального комитета рабочей партии России как положительную и в этом году мы наблюдали в общем-то слаженную работу всех комиссий мы наблюдали то что действительно центральный комитет становится руководящим органом партии тем что он руководит между съездами и обеспечивает проведение намещенного курса единства партийных рядов так как это записано в уставе рабочей партии России и надо сказать что такая позиция и такие действия центрального комитета некоторым партии это не понравилось реакция была такого рода мы их выбрали что они себе позволяют товарищи но я хотел бы напомнить что принцип выборов предполагает что мы выбираем людей которые в дальнейшем будут в общем-то осуществлять руководство у нас организация это по сути дела самоорганизация то есть мы сами выбираем людей значит мы доверяем этим людям принимать решения соответствующие поэтому вопрос партийной дисциплины особенно в текущей обстановке стоит достаточно остро поэтому при выборах тоже следующий вопрос нашей повестки мы должны учесть конечно кого мы выбираем в комитет можем ли действительно мы доверять этим людям действительно это люди твердо стоят на позициях марксизма ленинизма и будут ли они проводить намеченный курс намеченный съездом программу нашей партии и осуществлять устав на это я хотел бы обратить внимание но если уже выборы прошли состоялись то надо доверять своим руководящим органам и выполнять партийные решения спасибо